Сейчас вопросы по недопущению распространения коронавирусной инфекции стоят особенно остро. Сегодня в областном Акимате состоялось совещание, посвященное этим проблемам. Несмотря на принимаемые усилия, задач по-прежнему немало. В своем выступлении вчера, 23 марта, президент страны Касымжамар Такаев дал целый ряд поручений, касающихся продовольственной безопасности и санитарно-эпидемиологических мер. Их реализация обсуждалась и во время селекторного совещания под председательством Акима области Аманды Кабаталова. Особое внимание уделили посевной компании, которая, несмотря на пандемию и сложности с ней связанные, должна пройти вовремя и быть обеспечена всем необходимым. Следует отметить, что для этого в Алматинской области есть необходимые ресурсы, и работы будут проходить согласно утвержденным планам, о чем и проинформировал заместитель Акима области Серегжан Бескимпиров. В шести нефтебазах находится дистопливо. По дистопливу проблем нет. По семенам 100% семян засыпано. 25 числа уже начнем Аксусском и Коксусском санзаводах раздавать семена сахарной свеклы. 24-го уже анализовывают, предварительно вышли. 99, 100% схожисти по разным. По семенам вопросы решены. По водохранилищу на сегодняшний день на 600 миллионов кубов больше копчега, чем в прошлом году на этот период. По Бортогаю у нас 297 миллионов кубов есть. Работа ведется по всем направлениям, особенно по сдерживанию цен. Учитывая, что в соседней Поднебесной вирусная ситуация стабилизируется, товарообмен восстанавливается на прежний уровень. То есть для автобольших грузов с товарами народного потребления на посту Нурлыжол создан зеленый коридор с соблюдением всех необходимых санитарных правил. Грузоперевозчики проезжают туда, на таможенную зону, через Нуржолу, таможенную зону забирают там контрактованный, заранее контрактованный товар в сопровождении китайской полиции. Двух часов находятся там, выезжают на нашу территорию, проезжают через здесь барьер. То есть колеса автомобиля погружаются в дезинфекционный раствол около 30-40 сантиметров, после чего проводится термометрия водителя. Сейчас на территории края ЖТСУ работает 17 санитарных и 84 полицейских постов. 233 человека находятся под наблюдением врачей и 152 на домашнем карантине. Учреждения здравоохранения готовы оказать необходимую медпомощь. Обсудили участники заседания и вопросы социальной защиты. Сейчас необходимо утвердить списки получателей, обещанных государством выплат. Не оставляют без внимания и тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом. За работу в экстремальных условиях они будут примированы. Особое внимание к оставшимся без работы, которые будут привлечены к дорожным и строительным работам. С сегодняшнего дня в начале работы некоторые торговые центры с условием соблюдения повышенных мер безопасности в торговых залах. Присутствием в одном отделе не более пяти человек с обязательными масками и санитайзерами. Должны соорганизоваться и вот эти все вещи контролировать, сидеть. Сейчас именно в такой тяжелый момент каждый покажет, кто на что способен. Кто как может работать. И провокаторы будут вылазить. И каждый работает в новом режиме. Постоянный мониторинг всех вещей. Антон Хатиновский, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова